Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня у нас будет лекция по эпохе Возрождения. А вот, философия эпохи Возрождения, вот так называется у нас лекция. Ну, собственно, мы следуем по порядку. А философия эпохи Возрождения опирается на так называемые возрожденные античные образцы. Деятели этой эпохи приоткрыли для себя многих античных философов. Например, Платона, Аристотеля, Эпикура, Плотина и многих других. Считается, что на эпоху Возрождения колоссальное влияние оказало античность. Но при этом большинство мыслителей, пусть и отрицая официальную религию, все равно в значительной степени апеллировали к работам христианских философов. И пользовались христианскими догматами. Отрицать влияние христианства на эпоху Возрождения невозможно. Но следует заметить, что чисто церковные подходы постепенно теряют значение в европейском дискурсе, начиная с этого времени. Как же можно охарактеризовать, разбираемый нами, период? Прежде всего, это эпоха гуманизма. Практически все мыслители эпохи Возрождения, за редчайшими исключениями, были гуманистами. Также это эпоха нарастающего мистицизма, опирающегося на герметический корпус. Вот почему он герметический? Потому что это корпус Гермеса Трисмегиста. Гермес, бог, в общем-то, да, понятно, греческий бог, который перекрикается с египетским богом Тотом. Бог познания в данном случае. Именно в данном случае он олицетворяет познание. Как бог Тот и Гермес, они в данном случае боги познания. Понятно, что у Гермеса в Греции были и другие функции. Но в данном случае он перед нами представляет тоже как определенный то ли бог, то ли не бог познания. Ну, неважно. В общем-то, это корпус текстов, оставленных людьми, являющимися частью герметической традиции. Традиции вот этого вот Гермеса Трисмегиста. В эпоху Возрождения начали расцветать пантеизм, утопизм, натурфилософия и научная философия. В общем-то, именно с этим мы попытаемся разобраться. Что же за философия была в эпоху Возрождения? Начнем с самого главного. Гуманизм. А, да. Основной чертой эпохи Возрождения считается гуманизм. По сути, это первое слово, которое должно всплывать у культурного человека при упоминании данного временного периода. А подавляющее большинство признанных мыслителей того времени были гуманистами. Так что же такое гуманизм? Стадия хуманиталис. Вот, ну, на латыни стадия хуманиталис это называлась. Да. То есть, это ревностное изучение всего, что составляет целостность человеческого духа. Это исследование человека таким, какой он есть. Ну, таким, наверное, каким его считают гуманисты. В данном случае, ну, вы понимаете, ну, неважно. Но считалось, что вот он изучается таким, какой он есть. До этого якобы на это внимание не обращалось. Никто не пытался раскрыть человека таким, какой он есть. Не проводилось ревностного изучения человеческого. Гуманизм проявляется через антропоцентризм в исследованиях, а также через позитивную по отношению к человеку этику. Ну, то есть, гуманизм, с другой стороны, это тоже как некоторое человеколюбие. Это не только внимание к человеку как предмету исследования. Это, ну, это не анатомические, в общем-то, какие-то попытки вскрыть человека, изучить все его органы. Нет, это попытка изучить духовную жизнь человека прежде всего. То есть, это не просто ревностное желание познать человека любой ценой. Нет, это ревностное желание познать дух человека в данном случае. Причем, очень позитивно настроенная концепция по отношению к человеку, гуманизм. Да, так называемые гуманисты считали, что обязаны своими воззрениями именно античным авторам. Одной из важнейших добродетелей считалось именно чтение древних текстов. А с помощью вот этого чтения достигалось самопознание и многие другие добродетели. Ну, вот, то есть, да, авторы эпохи Возрождения увидели греческих авторов и обнаружили, что там есть определенная степень любви к человеку. Вот. Ну, впрочем, наверное, было бы глупо отрицать, что в христианстве любовь к человеку тоже заложена. И вот эта вот идея, ну, она очень мало противоречит христианским канонам. Ну, может быть, такой жесткий, суровый антропоцентризм, которого, на мой взгляд, все равно в эпохе Возрождения не было. Ну, он бы противоречил, да, христианство бы действительно противоречил, но христианство, оно очень антропоцентрично, если так подумать. Адам, Ева, Адам и Ева, люди, и они все над животными стоят, над всем остальным миром, весь мир создан для них. Ну, то есть, это довольно-таки гуманистическая концепция. Христианство не является антигуманистической религией. Так, а теперь давайте кратко рассмотрим позиции известных гуманистов эпохи Возрождения, опираясь на открытые источники в сети интернет. Ну, к сожалению, я не особо разбираюсь в данной эпохе, это не моя специальность, это не эпоха, в которой я профессионально разбираюсь. Ну, я попытался отобрать качественный материал, который соответствует, в принципе, моим знаниям. Ну, то есть, это то, что не противоречит тому, что я действительно знаю. Ну, давайте попробуем разобраться. Особенно, главное, преобращать внимание на фотографии. Наконец-то появились портреты. Портреты, картиночки, да. Теперь мы не просто читаем текст, мы теперь еще смотрим на картиночки. Франческо Петрарко. Именно он первым в Европе сформулировал идею гуманизма. Начал говорить о необходимости возрождения античного духа, идеалов античности. Недаром уже в начале 15 века писали, Франческо Петрарко был первым, на кого снизошла благодать. И он признал и осознал, и вывел на свет изящество древнего стиля, утраченного и забытого. Кстати, я бы, например, добавил, что, ну, не очень-то в эпоху Возрождения опирались на этот самый древний стиль. Ну, поскольку, скорее всего, не весь спектр античных текстов был тогда открыт просто. Платон, Аристотель, Сеника, там, не знаю, какие-то еще авторы, ну, не очень большое количество авторов было открыто. И поэтому, ну, читали то, что было. И воспринимали это в основном даже все равно с преломлением к схоластике. Ну, то есть, не было такого чистого восприятия текстов. Хотя, хотя, многие, многие из ниже перечисленных авторов, они были переводчиками древних текстов. Ну, то есть, понимаете, как интересно получается. Вот они переводили, и потом высказывали свои положения уже на основании переведенного. При этом, не факт, что они перевели все достаточно правильно. Ну, потому что мы встретимся с вольными трактовками вот этих вот греческих учений, и это будет, ну, понятно, что автор, видимо, не до конца понимал то время, что подразумевали вот мыслители древности. Так вот, вернемся к Петрарке. Будучи искренне верующим христианином, Петрарка не принимал распространенного схоластического понимания сущности Бога. И прежде всего, да, его не устраивало установившееся господство рационализированного христианства. Кстати, заметьте, мне нравится здесь слово именно рационализированное христианство, потому что схоластика. Схоластика – это такая система, в которой, в общем-то, христианство было полностью рационализировано. Оно было логично. Это было учение практически Аристотеля, только с христианским богом, и все было, ну, более-менее приведено в логичный вид. В непротиворечивый, так скажем, вид. Это была чистая такая логическая умозрительная концепция, которая, ну, относительно, можно говоря, работала. Так вот, Петрарка был одним из первых авторов, который выступил против вот такого подхода к пониманию Бога. Но, заметьте, он не отрицал то, что Бог существует, например. Он, в принципе, не был большим противником религии. Ну, вот такое вот догостоство рационализированного христианства не нравилось ему. И схоластика ему тоже не нравилась. Понимание схоластического лога, ну, не нравилось. Поэтому он призывал не распылять свои силы в бесплодных логических умствованиях, а вновь открыть истинное обаяние всего комплекса гуманитарных дисциплин. Истинная мудрость, по его мнению, заключалась в знании метода достижения этой мудрости. Следовательно, необходимо возвратиться к познанию собственной души. Петрарка писал, мне не причиняют беспокойства преграда из книг и восхищение земными вещами. Поэтому у языческих философов я научился тому, что ничто не достойно восхищения, а за исключением только души, против которой все кажется незначительным. Ну, вот, гуманистическая концепция Петрарки, она была такая. И при этом трудно сказать, что он был каким-то антиклерикалом жестким, или абсолютным атеистом, и все отрицал. Нет, у него, так скажем, своя позиция, своя такая ниша. Он обратил внимание на человека, и начал умствовать вот этой вот области, области человеческого, в области постижения души. И да, это было свойственно некоторым грекам. Например, Сократу, например, Платону, Аристотелю в том числе у него есть тексты по этому поводу, конечно же. И некоторым тоже мыслителям, например, позднего периода. Ну, например, Сеника один из них. Да, многие популярные такие вот тексты, которые сейчас у нас в ходу, самые популярные философские тексты древности. В общем-то, вот в них про душу рассуждалось очень много. И это, видимо, были одни из тех текстов, которые были переведены раньше всех. И поэтому вот Петрарке пришлось иметь с этим дело. Следующий известный мыслитель Калючо Салютати. И фотография у него... Ну, здесь не фотография, а фотография вот его портрета, ну, честно скажем, так себе. Ну, что осталось, то осталось. А так вот... Он был, ну, одним из сторонников, конечно же, гуманистических дисциплин, стадия хуманиталис, включив в них грамматику, филологию, поэзию, риторику, диалектику и педагогику. Но главное место отводил, конечно же, этики, тесно связанные с историей и политикой. Кстати, действительно, обратите внимание на стадия хуманиталис. Вот что входит в понятие стадии вот этой вот хуманиталис, то есть гуманитарных дисциплин изначальной в эпоху Возрождения. Мы недавно разбирали просто этот вопрос непосредственно на стримах, когда там всех людей просто поделили на этиков, в смысле нет, когда всех людей поделили на физиков и лириков. Вот посмотрите, что непосредственно входит в гуманитарные исследования. Грамматика, филология, поэзия, риторика, диалектика и педагогика. И этика. Вот, вот, дисциплины, которые входят, в общем-то, в гуманитарный дискурс. Поспорить, наверное, можно с диалектикой. Ну, диалектика все-таки ближе к логике, может быть. Но, ну, колючий салютати трактовал таким образом. Так вот, особый смысл он придавал понятию хуманитас. Хьюманитас, не знаю. Человечность, духовная культура. Трактуя его как цель новой образованности, в которой должны сочетаться высокий уровень знания, основанного на овладении классическим наследием. Классическим наследием, классовским в том числе. И разносторонний практический опыт. Развитое самосознание личности и ее активная созидательная деятельность. Задачу воспитания и образования он видел в самосовершенствовании человека, призванного, по его убеждению, сражаться с земным злом за справедливость и истинную честь. Ну, в общем, гуманистическая позиция у автора, безусловно. И вот он был основателем такого интересного разделения. Можно сказать, первым провел деление гуманитарных наук. Но я, например, не считаю, что именно в эпоху Возрождения гуманитарные науки, в общем-то, развились до такой степени, чтобы, в общем-то, в итоге стать полноценными науками. Я считаю, что вот уже эпоха, эпоха такая вот, конец 19 века, вот там где-то вот уже произошло вот это вот максимальное вот деление, расслоение, когда уже метод гуманитарных наук был полностью обозначен. Ну, не важно, не важно. Вот это вот все, что мы здесь видим, это истоки. Это важные-важные-важные истоки нашей культуры и культуры, в данном случае, гуманитарных наук. Все это исключать, конечно, не стоит. Были определенные образцы грамматики еще в Древнем Риме, но вот они возродились. Филология, поэзия, риторика, диалектика, педагогика, все это, в общем-то, тоже возродилось. Вернемся к салютате. Оставаясь верным христианским идеям и полагая, что новая образованность помогает более глубоко проникнуть в смысл священного писания, он в то же время не мог примириться с аскетической моралью, как противоречащей главному земному предназначению людей. Жизни в обществе, построению совместными усилиями земного града. Да. И вот он писал вот так вот. Не верь. О, пилигрину. Что бежать от мира, избегать вида прекрасных вещей, запереться в монастыре и удалиться в скит, это путь к совершенству. Не верю. Да, кстати, многие, 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 многие вот эти вот гуманисты, они были против аскетических идей, по крайней мере, ну, не знаю, ну, потому что это нечеловечно, наверное. Человек как бы отдаляется от всего, не видит мира. Зачем? Зачем? Зачем ты удаляешься, в общем-то, монах? Если вот, мир создан Богом, и ты можешь его лицезреть, не отрицая всю церковную догматику, можно, в принципе, можно, в принципе, вот, наслаждаться жизнью, наслаждаться прекрасным, наслаждаться искусством, например. Почему бы и нет? Мир-то не просто так, наверное, создан. И не просто так, он так прекрасен, что вот к нему можно хорошо относиться. Дальше. Леонардо Бруни. Черно-белый портрет, тоже такой интересный. Мне нравится очень одежда деятелей эпохи Возрождения. Она такая вот, такая интересная, особенно у Петра Арки. Замечательно. Так вот. Леонардо Бруни. Основа мировоззрения ученого – вера в безграничные творческие возможности человека и его извечное стремление к добру. Бруни также проповедовал идею всестороннего развития личности и осуждал аскетизм. Да. Бруни – сторонник идеала активной, а не созерцательной жизни. По мнению, Бруни мудрец должен избегать праздности, но не полезного общения. В отличие от многих философов средних веков и Возрождения, которые расценивали брак и заботу о детях как вредные для культурного развития, Бруни считал домостроительство достойным мудрого человека и общественно важным поприщем, положительно оценивал брак и семейную жизнь. Ну, в общем-то, вот вам Леонардо Бруни. Еще один автор, который осуждает аскетизм. Вполне в духе мыслителей эпохи Возрождения. Ну, то есть, понимаете, в принципе, они не отрицают этику христианскую. Вот стремление к добру, например. Да. Но при этом появляется такое дополнение. А вот вера в безграничные и творческие возможности человека, оказывается. А еще, да, и... Еще человек, оказывается, ценность имеет некую. Ну, то есть, нельзя его, как куски мяса, отправить там на войну умирать, например. Ну, вот, например, вот такое вот. Почему бы и нет? То есть, к христианской этике добавились еще некоторые другие принципы. И немного исказилось понимание добра и справедливости в этом смысле. Ну, поэтому европейская культура, собственно, произошел некий прорыв этический. Именно в эпоху Возрождения. Ну, и гуманитарный прорыв тоже, как следствие, с развитием других многочисленных дисциплин. Продолжим. Лоренцо Валло. Итальянский гуманист, у которого очень прекрасный портрет. Да. Очень прекрасный портрет. Он родоначальник историко-пилологической критики. Представитель исторической школы эрудитов. Обосновывал и защищал идеи в духе эпикуризма. Ну, то есть, вот, один из тех людей, которые прочитали вот некоторые письма Эпикура и были воодушевлены ими. Считал, естественно, все то, что служит самосохранению, удовольствию, счастью человека. Основное философское сочинение Валлы, пересмотр диалектики и философии в трех книгах, оно направлено против Аристотеля. А, ну, то есть, уже интересно, вы понимаете, против Аристотеля? Лоренцо, ну, кто ты такой, чтобы направлять свои тексты против Аристотеля? Интересно, да? А, видимо, очень-очень смелый человек. А, да, действительно, направлял тексты против Аристотеля и его последователей. Логику которых Валла с позиции не столько философского, сколько обыденного сознания критиковал как умозрительную и бесполезную науку. Ну, то есть, понимаете, логика, логика Аристотеля, аналитики его, бесполезная и умозрительная наука. Вот, например, мнение одного из мыслителей эпохи Возрождения. Но давайте заметим, что не только, ну, не первым был, кто критиковал логику Аристотеля. Современные, современники Аристотеля тоже ее критиковали. Ну, то есть, неплохо, неплохо с учетом того, что в эпоху схоластики, поздняя схоластика и средняя схоластика, в общем-то, томизм начал развиваться. И томизм. А томизм это, собственно, аристотелизм плюс христианство. И они вот так вот слились, и там и христианство, и логика вам, в общем-то, в тандеме вместе идут. И вот Лоренцо Валла предлагает вам критику логики Аристотеля. Это очень смело и очень интересно. Действительно, я очень люблю вот таких вот авторов, которые вот такие берут и критикуют. То есть, великих авторитетов, вроде Аристотеля. Это же просто замечательно. Кстати, ну да, бесполезная наука, умозрительная. Ну да, логика, конечно, умозрительная. Там А, Б, стрелочки вот эти вот в итоге. Во что это в итоге вылилось-то, собственно? Это чистое умозрение. Это математика, в общем-то, практически получилось из этого. А у Аристотеля более с фразами, конечно, было это все связано. Но в итоге тоже умозрительно. Но бесполезная, бесполезная, бесполезная. И это в эпоху Возрождения так получилась вот эта вот фраза. Интересно, это действительно очень интересно. Так вот, 10 традиционных категорий Аристотеля, мы их уже разбирали. Лоренцо Валло, он их предложил заменить, убрать почти все. Оставить их только вот, оставить три из них. Сущность, качество и действие. Все, остальные и лишние. С помощью этих трех категорий можно объяснить весь мир. Да. Следующий мыслитель эпохи Возрождения. Марсилио Фичино. Портрет вот и вот такой вот. Один из ведущих мыслителей раннего Возрождения. Наиболее значительный представитель флорентийского платонизма. Платонизма, между прочим. Направление, связанное с возобновлением интереса к философии Платона. Направленное против схоластики. В особенности против схоластизированного учения Аристотеля. Ну, томисты, наверное, просто вот в шоке были. Такое сопротивление именно томизму оказывалось. Знаете, против Аристотеля много всего. Он считал, что философия есть озарение ума, смысл философствования в предугутовлении души и интеллекта к восприятию света божественного откровения. Легендарные пророки Гермес Тресмегист, Орфей, Зараастр оказались в свое время просвещены божественным светом. Впоследствии к этим же мыслям пришли Пифагор и Платон. Кстати, не зря Марсилио усматривает связь Пифагора и Платона. Мы ее тоже обсуждали. Что это определенная философская традиция. Пифагор, пифагорейцы, Платон, платоники, неопифагорейцы и неоплатоники. Это прямо такая вот тенденция, которая тянется через всю греческую философию. А вот он к ним добавляет еще и таких ярых мистиков, как легендарного Гермеса Тресмегиста, легендарного Орфея и легендарного Зараастра. Ну, в общем-то, все трое, скорее всего, бифические персонажи. Но Марсилио верил, что они, видимо, существуют, и они оказались пророками своего рода такими. Которые предвидели, в общем-то, Платоническую систему, которую Марсилио и пытается разбить. Так, так-так-так-так-так, сейчас. Вот. Ага. Ну и, конечно же, не обошлось без единого божественного Логоса. Ну, куда ж без него теперь. Метафизическая реальность представляет собой нисходящую последовательность пяти совершенств, в котором относятся Бог, Ангелы, которые составляют интеллигибельный мир, ну, то есть интеллектуальный мир, ну, то есть то, что обычно неоплатоники называют Логосом, вот там у нас Ангела находится. Ну, вы поняли, да? Бог — это единое, Ангелы — это Логос, Душа, ну, это Душа, в общем-то, это триединый узел соединения. Также есть качество, форма и материя. То есть, ну, тот вот наш физический мир, из которого все состоит. Неоплатоническая система, вот практически в чистом виде, только вместо трех элементов нам предложено пять. Ну, неплохо, тоже неплохо, интересно. Не так интересно, как Ямблик, конечно, но очень интересно, между прочим. Бог рассматривается фичину как бесконечное высшее существо, деятельность которого порождает мир вещей в процессе постепенного творения, ну, то есть эманация, опять же эманация, неоплатонизм, да, приветствуем. Человек понимает, занимает особое место в мире в силу того, что его душа находится в срединном положении между божественным и материальным. Именно душа олицетворяет связь между телами в природе, помогая им подняться до ангелов и даже высшего божественного существа. Благодаря наделенности души, способностью к познанию, все ступени бытия могут вновь возвращаться в божественное единство. Человек это микрокосмос, ну, познающий микрокосмос. А способность к познанию представляет собой главное достоинство человека, сливающегося с Богом на высшей ступени познания. Ну, то есть, во-первых, неоплатонизм, вот он, и слияние с Богом, это мистика в том числе, о которой мы тоже разбирали, мастер Экхард, здесь, видимо, тоже как-то руку свою приложил к этому мировоззрению. И микрокосмос. Что такое микрокосмос? Человек. Человек как отражение космоса, как маленький космос такой, микро-маленький, маленький одновременно космос, маленький миропорядок, маленькая вселенная, так скажем, в которой является отражением всей вселенной в том числе. Очень интересная концепция микрокосмоса попадается у многих мыслителей эпохи Возрождения. Ну, то есть, это не только вот неоплатоники вдруг проснулись в эпоху Возрождения и решили нам, нас поучить о микрокосмосе. Нет, микрокосмос появляется в эпоху Возрождения почти везде, и вот эта вот, вот эта концепция микрокосмоса, она как бы является тоже такой своеобразной ключевой идеей, которой следуют многие последователи именно гуманизма. Ну, то есть, вот человек, вот человек, и он великий, и он прекрасный, замечательный человек. А что в нем такого великого, замечательного и прекрасного? А то, что он микрокосмос, по сути. То, что это не просто какой-то там человечек жалкий. Нет, это микрокосмос. Пьетро Помпанадсе. Да, тоже интересный персонаж, но он обращается к текстам Аристотеля прежде всего, но трактует Аристотеля через Авероэса. Помним мы его, конечно же, по прошлым лекциям. Авероэс и Бонрушт. Отсюда и концепция двух истин, которую мы разбирали ранее. Кроме человеческой души, есть нематериальные, интеллигибельные существа, которые способны к познанию без тела. Есть животные, низшие существа. Человек находится посередине между нематериальными существами и животными. Он может познавать и частное, как животное, и общее, как нематериальные существа. Человек может стать и тем, и другим, и ангелом, интеллигибельным существом. То есть ангелом. Заметьте, да, заметьте, ангел это интеллигибельное существо, интеллектуальное существо, нематериальное существо, это не мужик с крыльями, это духовное создание, по сути. То есть ангелом и животным. Одновременно человек может стать и тем, и другим, может подняться до ангелов, а может спуститься до уровня животных. Но все же душа остается зависимой от тела и смертной. Не надо представлять себе Бога как личность, тогда Бог будет подобен, по выражению помпонации, безумному отцу. Бог есть судьба, безличный фатум, природа, начало движения. В скобочках Аристотель. Поэтому он не несет личной ответственности за существование, за существующее в мире зло. Не несет, ну, потому что у него нет личности. Он не может нести личной ответственности, потому что у него нет личности. Логично, да, прекрасная система. И это действительно очень похоже на Аристотеля и на Ибн Рошта. И, кроме того, если не ошибаюсь, душа в учении данного мыслителя смертна. Тело умерло, умерла душа. Ну, вот как бы так. Очень часто просто в концепции, которые апеллируют к Аристотелю, ну, кроме схоластов в духе томистов, там обычно душа умирает вместе с телом. Так, Бог не имеет свободной воли и потому не отвечает за зло в мире. Ну, это тоже понятно. Следующий мыслитель, чье имя, в чью фамилию произнести не так уж и просто. Джованни Пико Делла Мирандала. Он стремился к всеобщему примирению философов. Ой, это всеобщее примирение философов. Я все время вспоминаю товарища Соловьева, нашего русского мыслителя, который, видимо, стырил вот эту вот идею у Мирандала. Ну, ладно. Он стремился к всеобщему примирению философов, исходя из того, что все религии и философские школы являются частным выявлением единой истины и могут быть примирены... Ну, примирение у них может возникнуть внезапно. Но! Ну, какое условие у этого примирения, скажите мне? Вот какое условие? Вы уже прочитали, да? Оно должно быть основано на универсально поднятом христианстве. Ну, Соловьев то же самое говорил, только намного позже. Забавно. Ну, понятно, почему он так думал, но вы представьте себе, человек живет себе, в общем-то, практически в средневековой Европе, по сути. Условия, ну, эпохи Возрождения, ну, не сильно отличались от средневековой Европы. Ну, то есть, никаких технических открытий там особо не было. С книгопечателем проблемы все еще. Ну, то есть, с книжками трудно. Трудно, в общем-то, что-то с книжками сделать. Да, их пишут ручками, как бы, руками их пишут. Он практически ничего не знал о мире. Ну, может быть, знал про вот этих вот греков, знал, как и все остальные вот персонажи, что вышеперечислены. Про Вераэса, скорее всего, знал. Там, про кикнуть восточных. Ну, вот такой вот кругозор у человека, понимаете, был аврамический. Аврамический, и все, что вот к этому аврамизму, как тебе так или иначе прилегало, прилипало, что-то вот что основывало, вообще-то абрамические религии, то, что их составляло, то, что им помогало развиваться. Например, философия Аристотеля, Платона. Да, вот все вот это вот он как бы знал. А восточные религии он, в принципе, не знал. И у него не было возможности про них ничего узнать. Исследований таких вот просто не проходило в его время. Вот понятно, почему Джованни говорил вот так вот, что вот на основе христианства универсально, универсально понятого христианства. Именно универсально, не просто вот как вот прям вот просто понятого, а именно универсально. То есть это необычное понятое христианство. Это довольно-таки странное христианство, в которое, видимо, можно включить ислам. Видимо, в которое тоже можно включить еврейскую религию, тоже можно ее, вероятно, включить. Ну так вот, понятно, почему Миранда говорил вот так. Непонятно, почему Соловьёв говорил то, что он говорил в том веке, в котором он это делал. Потому что в Миранда все это уже было известно. Ну ладно. Но да ладно как бы. Так вот, продолжаем. Человек поставлен в центр мира. Он не обладает собственной особой земной, небесной или ангельской природой, ни смертностью, ни бессмертием. Он должен сформировать себя сам, как свободный и славный мастер. И вид, и место человека в иерархии случайностей могут и должны быть исключительно результатом его собственного, свободного, а стало быть, ответственного выбора. Он может подняться до звезд и ангелов, может опуститься до звериного состояния. Именно в этом пику видит прославляемое им высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает и быть тем, чем хочет. Он был сторонником, конечно же, свободы и воли. Основной мыслью пико было единство человеческих знаний, непрерывная нить развития человечества вне зависимости от его разделения на народы и исповедания. Ну, он неправ был, конечно. Конечно, он был неправ, к сожалению. Да, потому что вот эта единая нить развития человечества, вот эта вся ерунда, ну, человек из-за отсутствия знаний, в общем-то, в мировой культуры, в которых в его время просто не могло быть, мог высказать такие идеи. Ну, вот у нас есть ислам, есть христианство, есть, в общем-то, еврейская религия, вот. Всё, всё, вот это знает, там, кабала есть, что-нибудь ещё вот такое. Всё связано с аврамическими религиями. Всё это вот так наславится на аврамические религии, и да, эта единая нить, может быть, как-то и просматривается. Но в контексте мировой культуры нет, вообще нет. Ну, то есть, надо как-то очень тонко, очень так тонко всё обосновать, чтобы в итоге хоть вот такая вот концепция не звучала, как просто тотальная глупость. Но вот, к сожалению, он был неправ в данном случае, именно в контексте данной ситуации. Но также заметим, что практически все, все представители эпохи Возрождения, ну, были крайними оптимистами, особенно по вопросам человека. Человек великий, потрясающий, творческий, такой, замечательный в теории. А по факту он там пашет землю и умирает на ней, не знаю, и очень как-то себя развивает. Вот как-то вот такая вот у них, вот такие представления были. Интересно, интересно, забавно, хорошо. Очень, это прям крайний оптимизм. Очень редко мы в какие-то эпохи встречаемся с радикальным таким оптимизмом по вопросам каким-либо, особенно по вопросам человека. Бывают какие-то единичные авторы, которые вот прославляют, ну да, человек, человек это потрясающе. А вот нет, здесь все авторы, все авторы гуманисты, радикальные гуманисты, прямо. Следующий мыслитель Эразм Роттердамский. Он, его называли князем гуманистов, между прочим. Ну, судя по всему, среди немцев он действительно был князем этих самых гуманистов, безусловно. Один из самых знаменитых немецких, в общем-то, деятелей эпохи Возрождения. Написал текст похвала глупости. Я не знаю, как, в общем-то, классифицировать этот текст. Его можно классифицировать как комедию. Но. Но комедийная составляющая там, конечно, есть. Но там также упоминаются философы, имеются определенные рассуждения. Это такая своеобразная комедия, включающая себя, в общем-то, отрывки философских рассуждений, какие-то обвинения в адрес философов непосредственно, высмеивание глупости, высмеивание, совмещенное с похвалой. И это очень интересная книжка, действительно, которая заслуживает вашего прочтения. Так вот, но при этом, несмотря на то, что ведется похвала глупости, человек при этом не унижается. То есть человек все равно остается человеком. Главная идея. Эразма – это построение человеческого идеала, приближенного к личности, ну, самого Христа, конечно же. Эразм Роттердамский относился критически как к политике, так и к обществу тогдашней Европы. Он осуждал отдаленность церкви от апостольского учения. Ну, то есть, ну, понятно. Понятно, по каким причинам. Кстати, в контексте именно Эразма Роттердамского следует вам напомнить, что именно в эпоху Возрождения и случилась та самая реформация, о которой мы говорили. Протестанты, в общем-то, появились, Мартин Лютер, и Мартин Лютер непосредственно имел дело с Эразмом Роттердамским. Ну, то есть, это такие вот совместные позиции у них. Они были оба, как скажем, критиками вот этой вот самой церкви, которая отошла от апостольского учения, отошла от Библии, отошла, в общем-то, от Священного Писания. В разные временные отрезки его труды по-разному воспринимались церковью, наукой и обществом, и до сих пор однозначной оценки его работ не существует. Ну, то есть, разнороттердамский такой образец именно христианского гуманиста, который одновременно с этим высмеивал глупость, который работал с различными философскими концептами. А и при этом, да, его идеи во многом перекликаются с идеями Мартина Лютера. Но не забывайте, что Мартин Лютер не был таким вот уж большим-большим гуманистом. Ну, по крайней мере, Кальвин. Кальвин точно не был большим гуманистом. Об этом можно сказать практически точно. Ну, потому что они отрицают в том числе свободу воли. И вот без свободы воли человек как-то уже вот не так, да, крут, можно сказать. А что в человеке без свободы воли? Как кому решать, что этично, что неэтично, если у него нет свободы воли? Нет, человек не так хороший, если у него нет свободы воли. А вот, в общем-то, в протестанизме такие вот теории, согласно которым свободы воли нет, они доминируют. Вот так получилось, к сожалению. И разнороттердамский, в общем-то, не стал протестантом. Но при этом вел дискуссии с ними. Основные идеи, на которые построена его педагогика, и в которой проявляется его величайший гуманизм, между прочим. Ну, людьми не рождаются, ими делаются путем воспитания. Человек и человеком делают разум. Человек обладает свободной волей, и только поэтому возможна его моральная и юридическая ответственность. Ну, то есть, да, если человек не обладает свободой воли, если вообще мир детерминирован, у него нет именно моральной ответственности никакой. Юридическая, кстати, может быть. Здесь можно было бы поспорить с разумом роттердамским. Ну, почему бы нам не отменить? Не отменить вот этот вот запрет на юридическую ответственность, если нет свободной воли. Как, в общем-то, говорил Зенон Китийский своему рабу, который украл у него и получал за это палкой, вообще-то, по голове. Раб ему сказал, я же сделал это, потому что должен был. В общем-то, да. Теория стойков как раз подтверждает это. Что вот я это сделал, все детерминировано, и поэтому ты не должен меня наказывать. А Зенон-то ему ответил, я тебя потому и наказываю, что должен, как-то, все это часть одной такой детерминистической системы. Юридическую, юридическую ответственность можно внести в детерминистическую систему. Ну, то есть, неважно. Вот, если человек обладает свободной волей или не обладает свободной волей, он сядет по необходимости в тюрьму. А вот моральную ответственность с него можно при этом снять, да. Так вот, что еще высказывал Ран Роттердамский? Он выступал против всякого насилия и войн. Гуманистично. Он также считал, что ребенка надо правильно воспитывать с самого рождения. Лучше, если это делают родители. А если они не могут это делать сами, то должны подобрать хорошего учителя. Ребенку надо дать умственное и нравственное воспитание. Также он считал, что важно физическое развитие. Ну, очень гуманистическая концепция Эразма Роттердамского. Такс, а теперь мистическая наука. Я это так назвал, но это такая вот своеобразная череда мыслителей, которые были, ну, очень интересны и внесли большой вклад в историю философии. Как вы могли заметить, у авторов, опирающихся преимущественно на гуманизм, имелись метафизические идеи, а также отношение к логике и различным умозрительным концепциям. Впрочем, и сами умозрительные концепции нашли свое развитие в данную эпоху. Одним из самых главных мастеров развития этих концепций был Николай Кузанский. Кузанский критиковал схоластику как ученое незнание, противопоставляя ей мудрое незнание. Доктор Игнорантия. В стиле Сократа. Ну, то есть, я знаю, что ничего не знаю. Не будет более совершенного постижения, чем явить его высшую умудренность о собственном незнании. Кстати, во многом это следует из апопатического богословия. Традиционно он понимал Бога как Творца, форму всех форм. Немецкий мыслитель широко использовал математические уподобления и диалектическое учение о совпадении противоположностей, чтобы по-новому осветить соотнесение Бога и природы. Так, давайте-ка попробуем здесь разобраться, потому что вот эта фраза математические уподобления, там бла-бла-бла, ничего не понятно пока что. Ноль бесконечность. В общем-то, да. Нечто, стремящееся к бесконечно малому, нечто, стремящееся к бесконечно большому. Он разбирал вот такие понятия. Бесконечности, бесконечности, бесконечные малости, бесконечные огромности вот эти вот. И всеми этими терминами можно описывать Бога. И то, как Бог переходит без бесконечно малого, бесконечно большое, как круги вот в этих вот терминах, которые являются неосознаваемыми в принципе, понимаете, он разбирает эти термины, потому что они являются неосознаваемыми в принципе, и он утверждает, что вот Бог такой же. Такой же, как и эти термины. Эти термины, может быть, с одной стороны, атрибуты Бога, но вообще, в принципе, это не так уж и важно, по той причине, что мы не можем их осознать. А для нас, не знаю, квадратный круг – это уже большая проблема. А для Николая Кузанского, ну, он говорит, нет, это не проблема, мы просто не можем этого понять, наш разум не может этого понять, а поэтому мы должны находиться в состоянии мудрого незнания. Так вот, да, вот он говорит, подчеркиваю, бесконечность Бога, он характеризует его как абсолютный максимум, и в то же время отмечает, что любые определения его ограничены. А давайте-ка обратим внимание еще на это, откуда вот это вот все берет начало. Давайте попробуем вспомнить, вспомнить, как назывался тот аргумент, доказывающий существование Бога, который вот имеет отношение к этому. Это антологический аргумент. Это развитый и развитый целое учение, антологический аргумент о Боге. И вот это вот все развивал Николай Кузанский. Ну, то есть, действительно, получается, у нас вот есть один из шести аргументов, пяти, пяти на то время пяти, но уже там где-то шесть. Много-много аргументов о существовании Бога, шесть основных. Ну, вот это вот пятый аргумент, допустим, антологический. И Николай Кузанский просто развивает под него целое полноценное учение. И несколько книг, в общем-то, об этом пишет. Амир трактуется как некое развертывание Бога. Он высказал мнение, что Вселенная бесконечная, у нее вообще нет центра. Ни Земля, ни Солнце, ни что-либо иное не занимают особого положения. Все небесные тела состоят из той же материи, что и Земля. И вполне возможно обитаемы. Хотя их жители могут быть несоизмеримыми земными. И он это сделал почти за два века до Галилея. Он утверждал, что все светила, включая Землю, движутся в пространстве. И каждый наблюдатель вправе считать себя неподвижным. То есть считать себя точкой отчета. Ну, то есть, да. Ну, конечно, он был после Коперника. Но это неплохо. Вот то, что он вот здесь высказывает, это интересно. Ну, конечно, он был значительно после Николая Рэма тоже, который высказывал похожие идеи. Ну, вот видите, передача вот этой вот идеи вращения Земли вокруг Солнца. Или все-таки относительности того, какую точку отчета мы выберем. Что там вокруг чего вращается, что вокруг чего не вращается. И с какими оговорками мы можем говорить, что Земля вращается вокруг Солнца. Или Солнце вокруг Земли. Все это уже давно разбирается. И это, ну, то есть не только ученые это, в общем-то, открыли. И философы тоже. Но вообще мы можем долго спорить, кем был Николай Кузанский. Потому что он работал в том числе и с оптикой. Он линзы, в общем-то, да, открывал линзы. Работал с линзами для очков непосредственно. Да, если вы носите очки, если вы носите очки, вот, вот, вот и благодарить вот этого человека в таком прекрасном, прикиньте, вероятно указывающем на то, что он не простой человек, а служитель церкви, между прочим. Между прочим, да, он был служителем церкви. Его, в отличие от Николая Бруно, не казнили, кстати. Да, Джордана Бруно, да, в отличие от Джордана Бруно, его не казнили. И даже не особо преследовали, как Галилея. Ну, в общем-то, как-то так. Наоборот, Николай Кузанский известен. Его многие, в общем-то, верующие люди любят, уважают. И используют в качестве, в общем-то, аргументации. Многие, многие, многие мыслители христианского толка после. Николай Кузанский действительно становится очень важным персонажем для истории, именно религиозной философии. Это такой важный-важный-важный персонаж. Очень важный. Так, теперь Джордана Бруно. Джордана Бруно сгорел. К сожалению, да, его сожгли. Вот как раз когда упоминают репрессии различные церковные, инквизицию и все такое. Ну и вот, Джордана Бруно. Джордана Бруно – пример, пример человека, которого непосредственно сожгли. К сожалению. К сожалению, конечно, сожгли. Кто же такой этот легендарный, известный Джордана Бруно? Это философ, фонтеист. Он развивал гелиоцентрическую модель Коперника и философию Николая Кузанского одновременно. Бруно высказывал ряд догадок об отсутствии материальных небесных сфер. Да, да, очень важный момент. Очень важный момент, который мы, наверное, не особо, на котором останавливаем внимание. Христианское мировоззрение подразумевало, что вот у нас Земля в центре. Сферы идут, космические сферы, в общем-то. Это не просто точечки планеты, кружочки движутся. Сферы вокруг Земли. Просто вот сферы вокруг Земли такие идут. Сфера Луны. Сфера там, не знаю, Юпитера, сфера Марса, сфера Венеры. И это полноценные сферы, которые окружают, в общем-то, Землю. Это очень интересная вот эта концепция. Джордана Бруно считал, что вот нет вот таких вот сфер. Да, все значительно, видимо, проще. Но нет их материальных, вот этих вот небесных сфер. Их можно назвать орбитами, наверное, в некотором... Ну, с некоторыми оговорками, конечно. Но представьте, что вот эти вот орбиты, они нематериальны. Ну, как вы, в общем-то, сейчас считаете. Теперь представьте, что эти орбиты материальны. Вот так приблизительно считали древние. А древние христиане. О безграничности Вселенной также он рассуждал о том, что звезды это далекие солнца, вокруг которых вращаются планеты. О существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы. Он приветствовал открытие Коперника, объяснял, в общем-то, объяснял ей все это уверенностью в том, что гелиоцентрическая теория таит в себе глубокий религиозный и магический смысл. Он читал лекции об учении Коперника по всей Европе, и в его руках копернянство стало частью традиции герметизма. А герметизм, напомню, это мистическое учение Гермеса Трисмегиста. Именно мистическое. Джордана Бруно просто вот колоссально как-то все это вот перевернул, и он смешал мистику и, в общем-то, науку. Математика в его руках стала мистической, тем самым он, можно даже сказать, возродил традиции пифагоризма. То есть, вот да, совместились вот религия и наука в Джордана Бруно, и в итоге это его, в общем-то, спалило. В итоге сгорел, к сожалению, человек. Бруно превратил математический синтез в религиозное учение, да, рассматривал Вселенную в тех же терминах, что это делал Раймонд Лулей, Фичино и Пико Мирандала, то есть, как магическую Вселенную. Задачей философа становилось, в общем-то, воспользоваться нужно было этими невидимыми силами, пронизывающими Вселенную, а ключ к этим силам находился у Гермеса Трисмегиста. Ну, то есть, вы должны понимать, да, насколько Джордана Бруно непосредственно ученый. Ну, какой он ученый в данном случае? Он довольно странный ученый, довольно-таки такой интересный ученый, очень философичный ученый, одновременно религиозный и мистический ученый. Да, это очень интересный персодавшин. То есть, довольно, я не знаю, можно ли причислить его к ученым, но действительно мыслитель, он довольно-таки интересный, очень интересный, эклектиковый учение наблюдается. Так вот, задачей философа становилось, воспользоваться невидимыми силами, пронизывающими Вселенную, да, ключ к Трисмегисту. И при опровержении доводов противников гелиоцентризма Бруно использовал теорию импетуса, о которой мы уже говорили, которая в итоге превратится уже в традиционной такой науке, в теорию импульса. Фух, неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо для Джордана Бруно. Теперь натур-философия. Помимо всего прочего, помимо развития многочисленных областей, о которых мы уже поговорили, да, развивалась еще и натур-философия. Натур-философия. Одним из главных представителей натур-философии был Парацельс, тот самый изовестнейший алхимик, вот этот потрясающий человек, которому написано много книг, и который сам много чего написал. Его звали Филипп Ауреол Теопраст Бамбаст фон Гогенгейм. А по мнению Парацельса, человек это, вы не угадаете кто, это микрокосм опять, это микрокосм, в котором отражаются все элементы макрокосма. Микрокосм и макрокосм. Человек это микрокосм, а в нем отражаются все элементы макрокосма. Связующим звеном между двумя мирами является сила М. С этой буквы начинается имя Меркурия, а Меркурий, между прочим, это гермес. Да, как бы, ну вы понимаете, римский Меркурий и греческий Гермес. Совпадение? Не думаю. По Парацельсу человек, который также является квинтэссенцией, или пятой истинной сущностью мира, напоминаю четыре важнейшие сущности мира. Огонь, вода, земля, воздух. Огню соответствуют саламандры. Они, кстати, писал Парацельс, алхимические, в общем-то, все эти преобразования, они еще относятся всяких живых существ, которые живут внутри определенных стихий. Внутри огня живут саламандры, внутри воды живут ундины, то есть определенные мифические существа, можете считать их даже русалками, русалки, скажем, да, если упрощено, но ундины. Саламандры, ундины, огонь, вода. Земля. В земле кто у нас живет? А в земле у нас живут гномы. Гномы, 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 это такие земляные, в общем-то, создания маленькие, которые живут в земле так, словно мы живем в воздухе. Мы, кстати, воздушные существа, мы живем в воздухе, мы дышим воздухом, наша среда это воздух, среда людей. Да. Вот так же гномы живут в земле, они в ней вот так вот свободно ходят, такие маленькие ходят, там в земле себе спокойно, и дышат, видимо, впитывают, видимо, себя в землю, наверное. Это там, конечно, не описано, но вот они в земле перемещаются так же, как мы в воздухе, и как рыбы в воде. А так же есть еще воздух, воздушная стихия. К воздушной стихии, конечно же, относятся люди, но люди, в отличие от других воздушных существ, они не являются чисто такими вот воздушными. Воздух это наша среда, а есть, в общем-то, существа, которые состоят из воздуха, это сельфиды. Вот. Вот эти вот существа по Парацельсу, и не только по Парацельсу, по различным мифологическим таким традициям, они вот включены непосредственно в систему стихийную. Ну и Парацельс не только работал со стихийной, в общем-то, системой, да, и человек, по его мнению, это пятая, это пятая вот эта вот сущность, пятая важнейшая сущность мира. И он производится богом из вытяжки целого мира и несет в себе образ Творца. Очень-очень-очень интересный, алхимический, алхимический, между прочим, алхимический вариант такой гуманизма, безусловно, гуманизма, это влияние гуманизма было оказано на Парацельсу, и с этим спорить довольно-таки странно. В общем-то, да, получается действительно очень интересная концепция у Парацельса, совмещающая в себе стихии, алхимию, но заметьте, огонь, вода, земля, воздух, это элементы, да, но есть еще и алхимические элементы, над которыми непосредственно Парацельс работал. Это уже реальная химия начинается. Реальная химия, правда, обозначена различными мистическими тоже символами, но об этом мы, может быть, поговорим когда-нибудь после. Так вот, Парацельс считал, что не существует никакого запретного для человека знания. Он способен, согласно Парацельсу, и даже обязан исследовать все сущности, имеющиеся не только в природе, но и за ее пределами. Человеческая сущность у Парацельса включает 7 элементов. Очень много элементов начинается, да? Элементарное тело, то есть физическое. Археос, электромагнетическое тело, я думаю, перевод здесь не очень правильный, но научные термины 19-го, 18-го веков использовать в данном случае, ну, не, 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 не. неважно. Допустим, что с электричеством связано. Дающее фосфористый свет, начало, без которого физическое тело не может ни существовать, ни двигаться. Тело. Глубже еще какой-то вот такой ток электрический, допустим. Дальше Эверструм. Идет звездное астральное тело. Это еще глубже. У египтян это называлось Ка и так далее, так далее, так далее. Он, в общем-то, видите, как обращается к разным традициям. Но оно соотносит непосредственно к астральному миру. При этом оно представляет собой точную копию материального тела. Может покидать физическое тело, сопровождать дух человека после его смерти. Интересно. Дальше. Spiritus Animalis. Животная душа. Аристотель. Это отсылка к Аристотелю. Да, да. Вспомните. Вспомните, это отсылка к Аристотелю. В общем-то, да. Где сосредотачиваются низменные животные эгоистические инстинкты и страсти. Дальше. Anima Intelligens. То есть, разумная душа. Это, опять же, отсылка к Аристотелю. Ну, здравствуйте. Опять Аристотель. Это форма, в которой облекается человеческая душа в высших сферах момента соединения с ангельским миром. Опять же, смотрите. Intelligens. Intelligens. Разум. Интеллект. Логос. Интеллигебельный мир. Ангелы. Опять же, ангелы именно к интеллекту у нас причисляются. А еще вспомним, кто у нас причисляется к логосам, ко всяким вот этим. Иисус Христос. Правильно. Отец – это единое. Сын – это вот интеллигебельное, интеллектуальное – это логос. Ну, и вот здесь очень тоже вот похоже, только уже ангелы относятся. И последняя душа, вот такая вот именно душа, последняя душа – это анима, а спиритуалис – духовная душа, она имеет божественное происхождение, это место пребывания всех благороднейших и возвышенных стремлений человека. Но есть еще одно начало, самое глубокое, которое глубже вот этих вот шести начал. И это человек Нового Олимпа, оно так называется, это искра божества, часть божественного я, пребывающего в человеке. Вот такое сложнейшее, сложнейшее, колоссальнейшее, потрясающее учение Парацельса, включающее в себя элементы натур-философии, какой-то вот очень странной мистики и вообще, вообще очень странное учение, очень сложное, очень смешанное. Семь ступеней души, ну вы понимаете, да, у Аристотеля три, а здесь семь, ладно, ну шесть, шесть, потому что первое – это тело. Тело, а потом все, что внутри этого тела, это уже вот все, что так или иначе связано с душой, и это очень-очень-очень сильно. Вместо трех у нас шесть. Следующий, известный мыслитель, который связан с натур-философией, который в отличие от Парацельса был, ну, наверное, даже чистым натур-философом своего времени. Парацельс – это невероятная эклектика, это сложнейшая эклектика, а Бернардино Телесио – это натур-философия. Это пример такой классической, прекрасной натур-философии эпохи Возрождения. Так вот, что же это за натур-философия? Из противоположностей между небом с его светилами, приносящими тепло и землей, из которой после заката солнца появляется холод, он выводит, что есть два начала, которые лежат в первооснове природы – тепло и холод. Кроме того, по словам Телезио, есть нечто телесное – корпореа молес. Ну, вот, корпускулы, видимо, отсюда тоже произошли, но вот частицы какие-то есть. Оно расширяется и утончается под влиянием теплового начала и сжимается и сплачивается под влиянием холодного начала. Тепло расширение, холод сжатие. При расширении тело становится более таким проходимым, вязким. Ну, например, мы бросаем металл какой-нибудь в вагоне очень сильный, очень большая температура там в вагне, он плавится, и мы можем там засунуть в этот металл, там что-нибудь там, в другой металл, как-нибудь покрепче. Да, палец не советую туда, правда, ссывать. Скорее всего, ваш палец вместе, в общем-то, с этим металлом расширится и станет, так скажем, тоньше. Тоньше не в том смысле, что уже, а в том смысле, что разряженнее. Так вот, а холод наоборот делает крепче все, крепче. Да, и вот сплоченнее становится сжатым и сплоченным что-то. Тепло — это источник движения и жизни, холод, смерти и покоя. Борьба — это двух начал источник всего мирового развития. А мне интересно, как телевизиал представляет, не знаю, моменты, когда человек сгорает в огне, это же ведет его к смерти, по сути. Я бы, например, на его месте, если бы я использовал концепции тепла и холода, противоположно, я бы сказал, что тепло — смерть, холод, смерть. А умеренность в данном случае была бы, например, жизнью. Ну, неважно. У телевизиал тепло — это источник движения и жизни. Ну, в принципе, это, наверное, понятно, потому что холод, наоборот, ведет к истенению, а тепло — к движению. А в теории познаний и психологии телевизиал является сенсуалистом или даже материалистом. А для него спиритус — душа, дух — это утонченное тепловое вещество, вносящее единство во все функции организма, являющиеся источником всех наших движений. Его центральное место пребыванием служит головной мозг, откуда он через нервы разливается по всему телу. Впрочем, наряду с духом телезий допускает еще вложенную богом добавочную форму — бессмертную бестелесную душу, но эта душа не играет в этой системе такой существенной роли. Ну, то есть, смотрите, какая интересная натурофилософская концепция, которая совмещает в себе, в общем-то, еще и антропологию определенную, религиозную. Очень-очень интересно, очень заслуживает внимания, в общем-то. Терезио — один из моих любимых философов этой эпохи. Несмотря на то, что он материалист, я не очень люблю материалистов и сенсуалистов, но его материализм и сенсуализм, они очень интересны. Так вот, этика телезио тесно примыкает к его сенсуализму. Основа всех нравственных чувств — чувство самосохранения. Все другие аффекты и стремления человека вытекают из этой первоосновы. Мы любим то, что благоприятствует этому чувству самосохранения, ненавидим то, что противодействует ему. Основные добродетели человека проистекают из того же чувства. Таковы мужество, мудрость, благосклонность и другие. Все, с натурфилософии разобрались. Очень много интересных учений. Вообще всего, что мы разобрали, было очень много. Теперь перейдем к еще одной характерной черте эпохи Возрождения — это утопизм. Так вот, что же такое утопия? Утопия — это идеальное государство. Не в том смысле, что невозможное. Тогда это понималось как самое лучшее государство из возможных. Кто государство, каким оно должно быть. Да, напомним, что, в общем-то, попытки создать идеальное государство были свойственны Платону, были свойственны даже отчасти Аристотелю, но в меньшей степени Аристотель больше к описаниям тяготел. И, в принципе, он любил распределять, в общем-то, режимы на плохие и хорошие. И видел, что может быть множество хороших режимов и множество плохих. Но все-таки у него есть один лучший режим, да, конечно. Также вот создание утопии идеального государства свойственно перепатетикам уже арабского мира. Да, исламский вот этот вот перепатетизм, он тоже создавал утопии идеального государства, мы это обсуждали. Но даже деятели эпохи Возрождения, которых мы не упомянем ниже, например, Николай Кузанский, они тоже, тоже писали утопии. Тоже у них были свои утопические варианты. Но самым известным автором, написавшим текст, который так и называется «Утопия», был Томас Мор. В общем-то, от Томаса Мора и закрепилось это название «Утопия». Во главе государства, вот Томас Мор, во главе государства он ставил мудрого монарха, допуская для черных работ рабов. Прежде всего, в «Утопии» отмена, ну, была отменена частная собственность, уничтожена всякая эксплуатация. Взамен ее устанавливается обобщественное производство. Это большой шаг вперед, так как у предыдущих социалистических писателей социализм носил потребительский характер. Ну, это, видимо, уже марксисты добавили. Надо было удалить предложение. Труд является обязательным в «Утопии» для всех, причем земледелием занимаются поочередно все граждане до определенного возраста. Сельское хозяйство ведется артельно, но зато городское производство построено на семейном, ремесленном принципе. Влияние недостаточно развитых экономических отношений в эпоху Мора. Ну, вот из этого произошло. Это опять, видимо, поправки коммунистов. Я не знаю, почему они критикуют Мора в тексте, который рассказывает про его теорию. Ну, ладно. В «Утопии» господствует ручной труд, хотя он и продолжается только всего-то 6 часов в день и не изнурителен. Вот, кстати, любили утописты нам рассказывать про 6-часовой рабочий день или про 4-часовой рабочий день даже. А до сих пор мы еще не дожили до этого момента. Мор ничего не говорит о развитии техники. В связи с характером производства обмен в государстве Мора отсутствуют. Нет также и денег. Они существуют только для торговых отношений с другими странами. Причем торговля является государственной монополией. То есть государство у Мора все еще как бы есть. То есть это не такой коммунизм, в котором все, государство развалилось, ничего нет, нет денег и все каким-то образом прекрасно существует. Нет, это все еще теория гениального, идеального государства. И государство в нем есть. Правда, нет денег. А, да, и собственности нет. Распределение продуктов в утопии ведется по потребностям, без каких-либо твердых ограничений. Хочешь покушать? Покушай. Молодец. Государственный строй этапийцев, несмотря на наличие короля, это полная демократия. Все должности выборные могут быть заняты кем угодно. Но, как и подобает гуманисту, Мор предоставляет интеллигенции руководящую роль. Женщины пользуются полным равноправием. Что, кстати, вот вам показывает. Вот кто был первым феминистом. Вот, смотрите. Первый феминист. Вот, вот он. Вот он. Может быть, он был женщиной, я, честно говоря, не знаю. Но, может быть, да, он скрывался. Это была женщина. Томасия. Томасия Мор. Ну, вот, вот, вот. Теперь первая феминистка, между прочим. Да, он считал, что школа была чужда схоластики. Школа, схола, школа, схола. Ну, это же слово практически. Но забавно, что школа, именно как учебное учреждение, оно должно было вот соединено от схоластики. И построено на соединении теории и производственной практики. То есть, больше практики, меньше схоластики в школе. В схоле. В схоле. Ко всем религиям в утопии было терпимое отношение. Но запрещен был только атеизм. За приверженность которому, нет, не казнили, а лишали права гражданства. В отношении к религии Мор занимает промежуточное положение между людьми религиозного и рационалистического миросозерцания. Но в вопросах общества и государства у чистый рационалист. Я бы сказал, даже такой наивный рационалист. Такой позитивный, гуманистический рационалист. Ну, он считал, что существующее общество неразумно. И Мор вместе с тем заявляет, что оно это заговор богатых против всех членов общества. Это одновременно первая феминистка и первый Карл Маркс, между прочим. Ну, по сути, вот многие ключевые положения Карла Маркса мы встретим вот уже в утопии. И вот основатель всего этого. Вот тот, кто повинен в многочисленных революциях. Вот основатель настоящей национал-социализма СССР. Это Томас Мор. Здравствуйте. Кстати, ничего плохого я, в принципе, никого отношения к нему не имею. Ну, вот идеи, которые, в общем-то, в итоге взорвались в конце 19-го и 20-м веке. Вот их создал вот этот вот человек. Они практически вот в том же виде, в каком они существовали у него. Они в итоге и сохранились до наших дней даже во многом. Они очень развились, конечно, но основы, фундамент, они сохранились. Следующий автор утопии Томазо Кампанелло. Его известный текст, который называется «Город солнца». Советую почитать. Интересная работа. Основу этой книги составляло упразднение причины неравенства, то есть частной собственности. Поэтому все солярии, жители города солнца, они называются солярии. Это не то, куда вы, в общем, ходите загорать. Нет. Это вот те люди, которые живут в городе солнца. А так вот, они являются одновременно богатыми, вместе с тем бедными. Богатыми, потому что у них есть всё. Бедными, потому что у них нет никакой собственности, и поэтому они не служат вещам. А вещи служат им. Ну, то есть, понятно, у них нет собственности, они ни за что не держатся. Ну, понятно. Кстати, заметьте, коммунисты в последнее время что-то очень сильно так против именно вот такой вот собственности. То есть, у человека должна быть собственность, некоторые коммунисты современные говорят, но не должно быть собственность, из которой он может извлекать прибыль. А Томазо Кампанелло считал, нет, это не так, у него вообще не должно быть собственности, у человека все должно быть общим, все раздать всем. Он говорил об упразднении моногамной семьи, поскольку из существования семьи монах и доминиканец выводил возникновение частной собственности и социального неравенства, ибо наличие отдельного жилища и собственной жены и детей воспитывает себелюбие. Вот так он считал. Производство и воспитание потомства переходит в руки государства в соответствии с биологическими и астрологическими показаниями. Интересно, да? Мужчины и женщины с измольства воспитывались так, что верили в могущество науки и ее творцов, работали и жили радостно, ощущая сопричастность всем деяниям государства, созданного ради общего блага. Государство вмешивается в деторождение, поскольку личные чувства у солярия поделены от производства потомства. Очень прогрессивное такое вот учение, как вы видите. Кампанелло отлично понимал, что труд является проклятием человечества. И потому, и потому предложил основу своей утопии, да, основанной на всеобщем участии в труде. Проклянем-ка мы всех. В общем. Да. Ну, это действительно, это в духе, в том числе и Маркса. Труд это плохо, плохо люди трудятся, люди умирают от труда, люди там пашут, вот на этих фабриках им плохо, им мало платят, они не сопричастны своим трудом. А давайте-ка теперь все будут трудиться на обязательной основе. Как вам такое, друзья? У соляриев почетом пользуются те, кто изучил больше искусств и ремесел, кто умеет применять их с большим знанием дела. Рабочий день не превышает четырех часов. Все остальное время можно посвящать наукам, развитию умственных и телесных способностей. Да, мировое государство, за которое он ратовал, было необходимо для глобальной магической реформы, в результате которой каста священников-магов будет поддерживать в городе вечное счастье, благополучие и добродетель. А религия города будет в полном согласии с научной картиной мира, под которой Томазо понимал естественную магию. Ну то есть вот, вот такая прекрасная социалистическая картина, в которой, в общем-то, Ленин, Сталин, это священники-маги. В общем, интересная, в общем-то, вариация социализма, обе интересны, и Томазо Кампанелло, и Томас Мор очень интересно, в общем-то, варьируют вот в этих вот терминах, и они все восходят вот к грядущему коммунизму. Это очень интересно. Уникальные представители, которых довольно-таки трудно определить куда-то к какой-то вот статье. Да, можно было бы отнести их к гуманистам, особенно Монтейне, но я считаю их более такими самостоятельными, отдельными персонажами. Один из самых известнейших мыслителей эпохи Возрождения – Никола Маккиавелли. Маккиавелли написал текст «Государь». Маккиавелли рассматривает государство как политическое состояние общества, отношения властвующих и подластных, наличие соответствующим образом устроенной, организованной политической власти, учреждений и законов. Маккиавелли описывает три формы прикода к власти. Первое – это оружие, сила или насилие. Второе – это удача, а третье – это добродетель. Маккиавелли подчеркивает… Так, ладно, давайте разберемся вот с этим сначала. Оружие, сила, насилие, удача и добродетель. Оружие, удача, добродетель – три способа прийти к власти. Кстати, какие из них разбирает Маккиавелли, конечно же. Удачу он не разбирает по той причине, ну, это удача. Все, что угодно может произойти. Ну вот, повезло тебе, ты стал правителем. И что здесь разбирать, да? Поэтому он разбирает вооруженные способы прихода к власти и добродетельные. То есть, с помощью добродетелей действительно можно прийти к власти, и определенные люди так действительно делали. Это желательный, желательный способ прийти к власти, между прочим. Маккиавелли подчеркивает, что государь иногда должен уподобряться животным, бестия, то есть, из которых он выделяет лесу и льва. Что значит, в общем-то, уподобиться лисе? Это значит быть хитрым, изворотливым, иногда даже листивым, не знаю, быть предусмотрительным, не действовать с помощью силы в данном случае. То есть, быть настолько хитрым, изворотливым, то есть, подобным в воде, ну, таким даосом своеобразным, который подстраивается под все и может при этом, в общем-то, все выдержать и все снести. Такой вот хитрый, маленький, ловкий. С другой стороны, можно стать львом. Некоторые ситуации могут заставить, в общем-то, правителя уподобиться льву и начать рвать и метать, воевать, в общем-то, да, проявлять оружие, силу и насилие. И Никола Маккиавелли, в принципе, не против этого. Никола Маккиавелли вообще один из тех персонажей, которые ратуют за практичность в государстве. Ну, то есть, государство должно быть устроено практично. Никола Маккиавелли не какой-то там идеалист. Он не идеализирует человека. Он, в общем-то, понимает, что людям многим свойственны низкие позывы. И это вполне понятно. И с низкими людьми приходится обращаться вот по-животному. Но при этом, но при этом, все делается не для того, чтобы удержать власть, а для того, чтобы принести благо людям. В том числе, люди недостаточно умны, получается, обычные, чтобы, в общем-то, сами собой управлять. И есть определенный государь, который уже в зависимости от своей добродетели, если та у него имеется, уже думает, как бы сделать людям лучше. И как ему себя вести, как леса, как лев, или каким-либо образом еще. Никола Маккиавелли разрабатывает такую интересную политическую систему, внутри которой, в общем-то, должен существовать вот этот вот государь. И этот государь, если он подчиняется этой системе, ну, согласно Маккиавелли, его ждет, в общем-то, успех. Его вряд ли предадут. В общем-то, он будет вести дипломатию грамотно. Он будет отстаивать свои интересы, интересы своего государства. Я не знаю, наверное, Никола Маккиавелли можно назвать одним из основателей современной, в общем-то, такой политической системы. В том смысле, что он организовывает систему дипломатии определенным образом. Он создает этого самого государя, который, в общем-то, определенным образом должен реагировать на определенные раздражители. Это очень интересная концепция, очень серьезная, и одна из самых таких, как бы это сказать, реалистических, так скажем, реалистических концепций эпохи Возрождения. Но Никола Маккиавелли трудно при этом назвать циником. Просто потому, что он не идеалист, потому что он не возводит, не знаю, человека в такие вот микрокосмические высоты. Да, потому что он считает человека довольно-таки низким существом, которому все-таки надо как-то управлять, надо его как-то направлять, что-то надо с ним делать, как-то сохранять свою власть, потому что, ну, в итоге-то всегда оказывается, что вот у нас есть плохой правитель, плохой ужасный правитель есть, мы его не любим. И потом с революцией приходит какой-нибудь еще более ужасный правитель. Вот, видимо, плохому правителю надо было постараться и уподобиться лисе или льву, чтобы сохранить свою власть. Так вот, источником своих знаний Маккиавелли называет опыт, из которого он выводит общие правила. Опыт управления государь должен черпать из истории. Да, вот. Вот, кстати, один из тех авторов, который как раз создал то банальное утверждение, согласно которой история нужна нам для того, чтобы предвидеть будущее и управлять себя лучше государством. Ну, может быть, это имеет смысл. Ну, по крайней мере, на чем-то это же должно основываться. Ну, по сути, Никола Маккиавелли считал политику эмпирической наукой, которая основывается на истории. Не знаю, насколько это адекватно, вы можете сами об этом подумать, правильно ли это, неправильно, но вот так вот он считал. Маккиавелли отмечает низкую природу людей и замечает, что они в массе своей неблагодарны, непостоянны, лживы и боязливы. И поэтому, чтобы принести им благо, им нужен хороший, твердый, твердый такой государь, который не просто всегда твердый. Иногда он может уподобиться льву, иногда может уподобиться лисе. Ну, и желательно, чтобы он был добродетельный, конечно же. Вот, с Николой Маккиавелли мы закончили. Следующий известнейший представитель эпохи Возрождения – это Мишель Монтейн. Да, так скажем, его считают одним из первых европейских скептиков. Скептицизм Монтейни – нечто среднее между скептицизмом жизненным, который есть результат горького житейского опыта и разочарования в людях, и скептицизмом философским, в основе которого лежит глубокое убеждение в недостоверности человеческого познания. Вот, кстати, заметьте, как здесь все это выражено. Да, действительно, у Монтейни есть такая черта – глубокое убеждение в недостоверности человеческого познания. Мы разбирали с вами скептицизм. В основе скептицизма не лежит ни одно глубокое убеждение. А скептицизм – это не какое-то учение, это не какая-то догма о том, вот, познание недостоверно, все, все, закончили, как бы, конец. Нет, наоборот, скептицизм – это сомнение даже в недостоверности. Мы не можем узнать, достоверно ли познание или недостоверно. И поэтому мы не можем иметь глубокого убеждения. Так вот, но у Монтейни все довольно-таки в данном случае просто, его называть скептиком, не знаю, по-моему, очень даже натянута. Так же, как и Кортезия называть скептиком очень даже натянута, но он считается таким христианским скептиком. Разносторонность душевного равновесия и здравого смысла спасают его от крайностей того и другого направлений. Признавая эгоизм главной причиной человеческих действий, Монтейн не возмущается этим, а находит это вполне естественным и даже необходимым для человеческого счастья. Потому что, если человек будет принимать интересы других так близко к сердцу, как свои собственные, то ему будут недоступны счастье и душевное спокойствие. Опять же, смотрите, признавая эгоизм главной причиной человеческих действий. Ну, скептик может так признать? Нет, не может. Такой сократовский, наверное, скептицизм получается, доскептический скептицизм. Ну, интересно, то есть здесь нужно понимать, что Мишель Монтейн не является абсолютным скептиком в духе секста-эмпирика. Да он даже, не знаю, не является скептиком в духе софистов, если их можно хоть с какой-то натяжкой назвать скептиками. Его скептицизм, он действительно более обыденный. Это не какое-то отрицание познания, отрицание недостоверности. Это, наверное, даже вот эта недостоверность, которая восходит. К чему она идёт вообще? Откуда она берётся? Апофатическое богословие, скорее всего. Ну, то есть, Бог есть, но он непознаваемый, почти всё непознаваемо. И это вера. Это часть веры, это часть религиозной, в общем-то, концепции. Это не скептицизм в чистом виде. И никогда им не было, и, видимо, не будет. Но это, в принципе, многие философы, многие историки философии называют уже скептицизмом, начиная с нового времени. Ну, я, в общем-то, противник такой трактовки. Ну, вы знаете, что Монтейне была очень интересная позиция. Он задавался большим количеством вопросов. И у него был определённый текст, вот этот опыт. И большой-большой текст, в котором он описывал большое количество ситуаций, которые прежде всего связаны с этической компонентой. И эти ситуации, да, действительно, это житейский опыт, разбор некоторых житейских ситуаций с точки зрения вот этого вот мудрейшего умного человека. Действительно умный, потрясающий человек. Но скептиком назвать его у меня язык не поворачивается при этом. Это такая своеобразная скептическая концепция, если так можно выразиться, что, ну, не знаю, у человека, который действительно исповедует скептицизм, не возникает никакой ассоциации с Мишелем Монтейненом. Так вот, он критикует человеческую гордость. Он вообще, да, видите, как он сомневается во всём. Доказывает, что человек не может познать абсолютной истины. Что все истины, признаваемые нами абсолютными, не более как относительными. Ой, кстати, релятивизм-то это тоже не скептицизм. Более того, он критикует гордость. А что такое критика гордости? Ну, если всё относительно, почему бы человеку не погордиться? А сейчас я вам объясню, почему. Потому что христианские концепции, они, в общем-то, на этом и основываются. Мы признаём все грехи, но Бога не познать при этом. Это то же самое, только перенесённое на философский дискурс. Апофатическое богословие, в котором Бог непознаваемый, при этом христианская этика, которая является непреложной, соединяются, и вот вам получается Мишель Монтейн, который всё немножко переиначивает на философский лад, и он критикует человеческую гордость, то есть этика у него не под сомнением, и доказывает, что человек не может познать абсолютное истинное. Но есть не более как относительные истины. И это релятивизм. И релятивизм это тоже не скептицизм. Вот не совпадает ничего. Просто традиционно Мишеля Монтейн называют скептиком. Вероятно, потому что он был одним из первых, кто, может быть, прочитал Секста Эмпирика и как-то неправильно его растрактовал. Что для вот этих вот мыслителей эпохи Возрождения, как вы могли заметить, не ново. Они все трактовали вот этих вот мыслителей античности очень странно. Довольно-таки по-своему, довольно своеобразно. Я думаю, даже цель была не в том, чтобы создать что-то новое ради какого-то нелепого, такого странного, своеобразного новаторства. Нет, они просто недопоняли античные тексты. Не так их перевели, имели недостаточное количество этих текстов. И вот результат. Скептиком Монтейнем у нас, в общем, скептик Монтейн появился. Хотя это просто очень мудрый мужчина. Действительно, очень интересные у него взгляды для своего времени. И они заслуживают внимания. И его критика, в том числе моральная, этическая критика, в том числе критика познания, она, да, она хорошая, она имеет свое положение, в общем-то, в мировой истории. Продолжим про его учения. Считая подобно Эпикуру, достижение счастья естественной целью человеческой жизни, он ценил нравственный долг. И саму добродетель настолько, насколько они не противоречили этой цели. Всякое насилие над своей природой во имя отвлеченной идеи долго казались ему бесплодными. «Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу для самого себя». Вот так вот он писал. Сообразно этому взгляду Монтейн считал самыми важными обязанностями человека привязанности по отношению к самому себе. Они исчерпываются словами Платона. «Делай свое дело и познай самого себя». Вот вы понимаете, просто вот мировоззрение человека, вот мы уже все это вот рассмотрели, у него просто никаких следов скептицизма по сути нет. Вот вообще ни одного следа скептицизма за все описание. И это действительно так. Вы посчитаете его текст опыты, подробно почитаете. Да, вы найдете там вот эти вот следы отрицания абсолютной истины. Да, такое есть. Но отрицание абсолютной истины не есть скептицизм. Сомнение в возможности достижения абсолютной истины и скептицизм отчасти. Сомнение в возможности нахождения относительно истины скептицизм. Но и сомнение в невозможности достижения абсолютной истины, и сомнение в невозможности достижения относительно истины, это тоже, как бы, такие вот вещи, которые, в общем-то, скептицизму не свойственны. То есть, мы сомневаемся во всем. Мы должны сомневаться во всем, если мы сомневаемся. Если мы в чем-то не сомневаемся, то, ну вот, все, скептицизм уходит. Ну ладно, Монтейн, потрясающий мыслитель, интересный для своего времени Макиявелли, потрясающий мыслитель, мы их всех разобрали. Послесловие. Все, мы наконец-то разобрались с мыслителями эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения довольно разнообразна и интересна. Именно мыслители этого периода вдохнули в христианскую философию новую жизнь, во многом благодаря отсылкам к античности. Трудно сказать, что эпоха Возрождения была наполнена уникальными мыслителями, которые создавали что-то совершенно новое. Нет, скорее они комбинировали старые взгляды и пытались найти ответы в многочисленных прочитанных книгах. Иногда это порождало очень интересные концепции. Я лично не могу сказать, что эпоха Возрождения стала колоссальным прорывом по сравнению со Средневековьем, потому что последнее тоже не стояло на месте и развивалось. Наверное, эпоху Возрождения в философии лучше всего определяет тот факт, что церковь к ней относилась крайне неоднозначно. Одних деятелей Возрождения церковь лелеяла, например, Николая Кузанского, а других преследовала, например, Галилея или даже казнила, как Джордана Бруна. Впрочем, при незначительных изменениях в учениях, некоторых авторов, которых мы, в общем-то, перечислили выше, мы вполне могли бы собрать своеобразную гуманистическую такую схоластику. Да, это мог бы быть просто, не знаю, мы могли бы воспринимать всю вот эту вот эпоху Возрождения как следующий этап схоластики. Если бы деятели эпохи Возрождения не критиковали схоластику, вот главное, понимаете, главный определяющий вот фактор. Они критиковали умозрительную схоластику и поэтому они не схоласты. Но при этом они рассуждали о Боге. При этом они рассуждали о Боге вполне в духе схоластики чаще всего, применяя при этом платонизм, аристотилизм и учение Эпикура. И иногда даже вот скептические некоторые вот цитаты можно вот у Монтейни найти. Интересно, это же все действительно очень интересно в данном случае. Эпоха Возрождения, она, на мой взгляд, совершенно неоднозначна. Исторически сложилась так, особенно на фоне различных революционных эпох уже последующего времени, там, нового времени, особенно эпохи Просвещения. Вот именно тогда эпоха Возрождения, видимо, и стала вот этим вот символом борьбы со схоластикой. Именно поэтому они обозначили вот этот вот период, такой вот определенный, определенный вот такой вот символикой этой эпохи Возрождения. Были средние века такие, средние века такие, не очень такие века были, а потом началась эпоха Возрождения. Великие и могучие авторы воспряли и, в общем-то, против церкви восстали и начали критиковать, критиковать христианские догматы. Но, впрочем, это было не все не настолько радикально, как могло бы показаться на словах, как могло бы показаться по словам различных авторов учебников. Да, иногда в учебниках по философии встречается прям вот возвеличивание эпохи Возрождения. Нет, нет, все происходило довольно последовательно. И эпоха нового времени, и эпоха уже ближе к современности, и Просвещения, они не очень хорошо знали средневековую, в общем-то, историю философии. Из-за этого, из-за этого они не знали того разнообразия и многообразия вот этих концепций разнообразных. Поэтому было очевидно, что эпоха Возрождения, о которой все знали прекрасно, и тексты авторов эпохи Возрождения все могли прочитать очень даже, да, хорошо могли прочитать. Очень много текстов было. На таком дисбалансе информированности именно, конечно, могла возникнуть иллюзия, согласно которой, вот эпоха Возрождения, вот у нас идет средние века, вот так вот, вот средние века. И потом, бам, эпоха Возрождения, сразу, фух, взлетела, взлетела до небеса такая невероятная штука магическая. Ну, на самом деле, все не так магично, все было довольно-таки исторически последовательно. Никакого колоссального прорыва в эпоху Возрождения в философии я бы замечать не стал. Ну, то есть, можно говорить, да, что в средние века было несколько философских прорывов. И прорыв в философии Возрождения, ну, может быть, несколько больше, чуть-чуть больше, чем вот эпоха вот прорыва именно поздней схоластики. Например, АКАМ, вот развитие АКАМизма, вы понимаете, это какая сильная, в общем-то, противоречия внутри самой схоластики произошло. Просто у нас куча универсалистов идет подряд, огромное количество универсалистов, а потом, бац, и номинализм. Пошел просто тотальный номинализм и развитие различных научных концепций. И это все равно все еще схоластикой считалось. То есть, вообще, я вам рекомендую не относиться очень серьезно к этому разделению по эпохам. Оно очень-очень-очень-очень-очень такое условное. Каждые вот эти вот все эпохи можно разделить на такие вот своеобразные тоже внутренние элементы. Элементы тоже такие небольшие, маленькие эпохи внутри этих эпох, которые тоже характеризуются различными революциями. Иногда эволюциями, но все-таки иногда даже революциями, колоссальными изменениями. Эпоха Возрождения, конечно, подарила нам огромное количество деятелей искусства. Вот в искусстве, может быть, я соглашусь, что произошла Великая Революция. А в философии, в философии, не знаю. Не знаю, я склонен к тому, чтобы говорить, что нет. Скорее всего, нет. Впрочем, впрочем, некоторые представители эпохи Возрождения провели реформацию и основали протестанизм. Лютер, Кальвин и другие ребята, да, известные нам, мы их уже разбирали в одной из лекций. Да, некоторым гуманистам было свойственно критиковать именно католическую церковь. Ну, кстати, и протестанизм тоже. Были конфликты, были, в общем-то, беседы, дискуссии, в общем-то, проходили. Не на пустом месте, в общем-то, все там происходило. А некоторым гуманистам, да, было, собственно, так. Я вполне представляю их себе как основателя еще одного христианского движения. Но, конечно, и реформация, и другая философия Возрождения – это относительно новая идейная волна, возникшая в рамках христианской культуры. Ну, в целом, я вот такого вывода, в принципе, придерживаю. Почему бы и нет? Действительно, это все часть христианской культуры. Отрицать это странно. Очень странно. И концепции эпохи Возрождения, они, действительно, они чаще прикликаются с христианством, чем с античностью. Скорее, античность, которую считали, в общем-то, деятели эпохи Возрождения, это античность, воспринятая через призму христианства. И некоторые, в общем-то, античные философы, они не сохранили свои идеи вот в лице их интерпретаторов уже. Их интерпретаторы исказили все. Они все христианизировали очень сильно. А некоторые даже мистифицировали, как это сделал Джордана Бруно. В принципе, это все, что я хотел сегодня сказать. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Изучайте историю философии, интересуйтесь и читайте книги. Кстати, книг по эпохе Возрождения очень много. Практически все перечисленные авторы сохранили, ну, хотя бы по одному тексту. Вот хотя бы один текст, переведенный даже на русский язык, может быть найден. Каждого автора, как любой из этих авторов, который вам понравился, я вам рекомендую, почитайте. Почитайте, почитайте Тенсис и Миранделла, например. Очень интересная работа. Для того времени особенно интересная работа. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok